Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Иван Джон Рядович появился на свет 9 марта 1973 года в музыкальной семье. Его отец – оперный певец, а мать – пианистка. Родился он в Саратове, но еще в детстве успел пожить в Батуми, Ереване и других городах. В итоге семья села в Иваново. Просто мы долгое время были без жилья, и денег, которые оказались на руках, хватило только на квартиру под Иваново, так рассказывал актер. В дома постоянно звучала классика. Иван и сам с ранних лет занимался музыкой, учился играть на виолончели. Кто-то посоветовал родителям отвезти его в Минск, там был интернат при музыкальной школе. Иван мог стать блестящим музыкантом. Он вспоминал, в 14 лет я уехал в Минск. Почему-то именно этот город возник в голове моей мамы, там жили то ли родственники, то ли знакомые, от которых она узнала, что в белорусской столице есть потрясающий педагог. И я отправился к нему поступать. Жил в интернате, учился, играл, даже подавал надежды. В 1989 году Иван перебрался в Москву, где учился в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории. Но, как отмечал сам актер, с учебой не складывалось. Если бы занимался прилежнее, наверное, стал бы неплохим виолончелистом. Далее последовала учеба на музыкальном факультете Рати. Впрочем, она продлилась недолго. Я не хотел до конца дней зарабатывать себе на жизнь игрой на виолончели. Мне была интересна профессия актера. Так Иван перевелся на актерский факультет и попал в мастерскую П. Фоменко. Его однокурсниками были Ирина Пегова, Павел Баршак, Евгений Цыганов. Вот только Рати Иван не закончил. В Москву приехали агенты из израильского театра Гешер. Он прошел кастинг и, бросив все, уехал в Израиль. Вернулся спустя неделю. Долгая история и неинтересная, все дело в документах. Суть в другом, я вернулся, а масты-то все сожжены. Педагоги не приняли Ивана назад, и ему пришлось искать работу. Какое-то время, он работал в оркестре театра опереты, пригодилось музыкальное образование. Затем последовал театр Романа Виктюка. Сначала он был статистом, а позже доверили и роли второго плана. В 2002 году Аганесян получил роль одного из летчиков в спектакле «Норд-Ост». Он участвовал и в постановке 23 октября, когда чеченская группировка захватила здание на Дубровке. Трое суток актеров и зрителей удерживали в заложниках. Это стало для Ивана самым тяжелым испытанием. После теракта Иван стал появляться на телепередачах, давать интервью. Также он начал ходить на кастинге. Его дебютной ролью стал шахматист в сериале «Желанное». Он появился в эпизодах сериалов «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО», «Только ты», «Четыре любови», «Жених для Барби», «Лебединый рай», «Моя прекрасная няня». Более заметной была его роль в «Спасти и выжить». А в 2005 году последовала первая главная роль в сериале «Персона Нонграта». Иван сыграл Стаса Лапина, владельца частного детективного агентства. Благодаря этим шоу Ивана стали узнавать. Чаще всего его приглашали в детективные сериалы. Он появился в таких проектах, как «Подруга особого назначения» Виола Тараканова, «В мире преступных страстей» Иван Подушкин, «Джентльмен сыска», «Угон», а также мелодрамах «Всегда говори всегда» и «Снежная королева». Настоящая популярность пришла актеру после роли майора Андрея Панкратова в сериале «Закон и порядок», «Отдел оперативных расследований». Четыре года Иван снимался в проекте. Также он исполнил главные роли в сериалах «Спальный район», «Охраняемые лица», «Москва», «Три вокзала», «Мелодрамах дублерши», «Нелюбимый», «Колье для снежной бабы», где его партнершей была Ольга Будина. Среди других его работ мелодрамы «Мужская интуиция», «Уравнение со всеми известными», «Сериалы крем», «Голоса», «Братья» и другие. В 2010-х годах важными роботами в его фильмографии стали детективные сериалы «Ловушка», «Нюхач», «Отцы», «Гражданин никто», «Многосерийный фильм так далеко, так близко», «Мелодрамы», «Последний ход королевы», «Я люблю своего мужа». В последней экранной паре Ивана стало в 2018 году, на экраны вышло сразу три картины, в которых он исполнил главную роль. «Доктор котов», «Три дня», «На любовь», «Трое в лабиринте». Часто он принимает участие в украинских проектах, детективах «Двое над пропастью», «Шуша», комедии «18-летний олигарх», «Мелодраме авантюра». Иван продолжает активно сниматься. Среди его последних работ картины «Бухта глубокая» и «Тень за спиной». Сюжет последний основан на реальных событиях, расследовании серии убийств ангарского маньяка. Иван Аганесян сыграл следователя генпрокуратуры Николая Горобца, который занимался его поисками. Несколько проектов с его участием находятся в работе. «Пока я снимался только в сериалах, но нет работ, за которые мне было бы стыдно. Сериалы народ смотрит, любит. И это самое главное», говорит Иван о своей карьере. Первой женой Ивана стала выпускница экономического факультета Мгимо Анна. Девушка забеременела, в 2001 году родилась дочь Олесе. Брак был не слишком удачен. Супруги часто ссорились, а спустя пять лет Анна ушла к другому мужчине. «Конечно, мне было тяжело, хотелось сохранить семью. Но, что я мог сделать?» — говорил в интервью Иван. Больше всего он переживал из-за невозможности видеться с дочерью. Анна уехала с новым мужем в Великобританию и забрала с собой дочь. Сейчас он поддерживает связь с Олесей. Девушка занимается поэзией. Ее стихи вошли в альманах, посвященный молодым авторам Великобритании. Какое-то время актер был один. На съемках он познакомился с парикмахером Еленой. Девушка родом из Украины, жила в Латвии, воспитывала двух дочерей от первого брака. Между ними вспыхнул роман. Официально пара не жената. В 2015 году у них родились общие дети, девочки-близнецы Саша и Женя. Для своей большой семьи Иван приобрел каттедж в Латвии. О своей личной жизни предпочитает не распространяться, страниц в социальных сетях у него нет. На этом все. Подпишитесь на наш канал и поставьте лайк, если понравилось.